Всем привет, с вами Кластер. Как и обещал, делаю серию коротеньких видео о том, чем я занимался за прошедшее время. Это будет не так интересно, как Geekdays.log, но поможет заполнить пустоту на канале и расскажет о том, что не вошло в другие ролики. Начать, наверное, стоит с прогресса в работе над моим картриджем. После моего видео о нем мне написало очень много людей, которые захотели заполучить себе такой. И изначально я думал, что проще всего будет, если они будут сами присылать мне архивы с ромами. Ведь не надо теперь никак патчить игры или модифицировать. Тем более, это отчасти снимало бы с меня клеймо пирата. Ведь я просто записываю игры, которые мне присылают, и не продаю их никак. Однако, я ошибался. Во-первых, второй подход. Когда люди могут прямо на сайте выбрать себе игры для контейджа, как у меня было это с контейджем Холлбой, куда удобнее для среднестатистического пользователя. Во-вторых, людям сложно было объяснять про всякие мапперы, шмапперы, насколько они совместимы, сколько макроячейка они занимают. Особенно, если они присылали мне список ромов, когда я сижу с телефона, например, в интернете. В-третьих, люди часто, сами того не подозревая, присылали мне заведомо глючные ромы. Конечно, это их вина, но хотелось хотя бы частично снять с людей обязанности. Но для такого сайта нужна база игр. Кто-то скажет, что можно просто взять и запихнуть туда весь ром-сет. Но при этом к каждой игре нужно приписывать в базе короткое название, которое будет помещаться в меню. Можно просто взять старую базу от старого сайта для контейджа Холлбой. Но тогда я патчил игры под ММС-3, а теперь мне нужны оригинальные версии игр. В итоге пришлось писать утилиту, которая переносит базу, находя при этом для каждого рома оригинальную версию. Заодно я решил себе сделать полноценную утилиту, которая автоматизирует процесс добавления игр в базу. И я, наконец-то, сделал нормальное создание скриншотов. Оказывается, в эмуляторе FCEUX есть поддержка ООО скриптов, через которые можно автоматизировать многие действия. В итоге мне теперь надо просто положить игры в папку и запустить мою программу. А она не только добавляет в базу название файла и параметры рома, но и запускает эмулятор с указанным ООО скриптом, который ускоряет игру в 60 раз и делает скриншоты каждую секунду. После чего моя программа собирает из скриншотов гифку и сливает ее на сервер, где хостится мой сайт. В результате, спустя всего несколько секунд, в списке на сайте появляется новая игра. Если навести на нее мышкой, можно увидеть, как она выглядит. Это позволяет людям визуально вспомнить игры, названия которых они забыли. Что делает процесс выбора еще проще и удобнее. Плюс тут считается общий объем и выводится список используемых мапперов, который был нужен мне и людям, которых я просил убрать игры с определенным маппером. Собрать ром таким образом было нельзя. Но человеку было достаточно скинуть мне ссылку, на основе которой у меня генерировался конфиг, собирался общий ром и записывался в кортедж. Вот так иногда надо решиться и потратить немного времени на автоматизацию какого-нибудь процесса, чтобы в будущем сэкономить гораздо больше времени. Кстати, встраивание ООО скриптов мне так понравилось, что я решил сделать это и в своей утилите для работы с дампером. Теперь ее не надо компилировать заново, чтобы добавить работу с каким-то маппером. Достаточно написать ООО скрипт. А еще я сделал там ООО консоль, которая позволяет вводить команды чтения и записи прямо с клавиатуры в интерактивном режиме. Идеально для реверс инжиниринга. Схему и все исходники я выложил на Витхабе, наконец-то. Ссылки будут в описании. Параллельно с этим я понимал, что надо постепенно заниматься новой ревизией картриджа. Для меня стало сюрпризом, что плюс аналогичные той, что я ставлю, но с количеством макроячеек в два раза больше, и с условной совместимостью с 5-ти вольтовыми уровнями, стоит при этом почти столько же. Почему я не решил сразу такие ставить? Из Китая они будут ехать долго, так что у меня было время заняться разработкой и заказом новой платы. А тем временем ко мне из Китая приехали платы для переходников. Дело в том, что после первого выпуска GeekDays.log у меня стали очень часто просить переходники для подключения джойстиков от Sega и Dendy к компьютеру. Но раз часто просят, я решил быстренько набросать плату и заказать маленькую партию на заводе в Китае, чтобы не травить их самостоятельно. И да, я разобрался, как сделать так, чтобы компьютер видел сразу несколько игровых контроллеров. В итоге получились вот такие переходнички, куда можно включить сразу два контроллера от Sega и два от Dendy. И да, они работают одновременно, можно играть вчетвером. Все исходники, разводка платы и даже 3D-модельки, чтобы вы могли напечатать корпуса на 3D-принтере, опять же на GitHub. Ссылки будут в описании. Этот переходник крайне легко собирается из доступных компонентов и прошивается без использования программатора. В это время заказанные на AliExpress Please упорно отказывались трекаться, как будто продавец их и не высылал. А картридж вел себя далеко не так идеально, как это ожидалось. Во-первых, память на 128 мегабайт отказывалась работать. Она выдала ошибку при попытке стирания, при попытке записи, и я никак не мог понять, это я что-то делаю не так, или китайцы опять прислали мне какую-то подделку. В итоге я назаказывал эту память у кучи разных продавцов, но в лучшем случае проблема сохранялась, а в худшем они прислали вообще что-то не то. Во-вторых, некоторые люди жаловались, что на их консолях контейндж работает с проблемами, или вообще не работает. К счастью, люди с пониманием относились, если вдруг что-то глючило, помогали найти мне проблему, а я в свою очередь высылал им замену. Спасибо вам всем, что не сильно меня ругали. Ну и конечно же просто огромная благодарность тем людям, которые не поленились не только высылать свой картридж мне назад, но и прислали вместе с ним свою консоль, на которой он глючит. В итоге у меня тут собрался целый 8-битный зоопарк. Одной из проблемных консолей был оригинальный Famicom первых ревизий. Спасибо за него забарному Алексею. Глюки на оригинальной консоли это ну совсем недопустимо. Не буду вдаваться в технические подробности, но проблему удалось решить изменениями в прошивке. Хотя некоторые игры продолжали немножко глючить визуально. Другой же проблемной консолью оказалась Dendy Junior на чипе UM6561F2, которую прислал известный вам всем киноман. И на ней вообще все дико глючило и зависало. Это при том, что в остальном консоль работала просто идеально, хавала любые картриджи. Мне пришлось подключать суровых электростальских технарей. Василию понадобился всего час, чтобы понять архитектуру работы Famicom. Мы вместе тыкали эту Dendy осциллографом, смотрели уровни сигналов. Все без толку. Эта консоль просто идеальна. А причина глюков неизвестна. Я понимал, что надо поскорее сделать новую ревизию картриджа, чтобы проверить эти консоли на ней. И начал постепенно ее проектировать. Кажется, я впихивал невпихуемое. Очень уж хотелось сделать батарейку в картридже съемной, чтобы каждый мог заменить ее без паяльника. Но эти батарейные отсеки имеют просто неприлично огромные размеры. Пришлось сильно ужать все компоненты. И сделать саму плату весьма хитрой формы. В итоге оказалось, что я даже перестарался. И места в корпусе хватало с запасом. Но плесины, которые я заказал, так и не трекались. Я продолжал надеяться, что это просто трекинг не работает. И рано или поздно они приедут. Но их все не было. Платы же я уже получил. И хотелось поскорее их проверить. Пришлось купить такую микросхему в одном всем известном московском магазине. За какую-то невменяемую сумму денег. Но так я смог собрать один единственный экземпляр картриджа. И убедиться, что теперь на проблемных консолях все работает отлично. И все самые популярные мапперы легко помещаются в плит одновременно. Теперь можно вообще о них не думать. Однако на новодельной Денде картридж работать перестал. Помните про те перемычки, о которых я рассказывал? Теперь я замыкаю их программно, через ПЛИС. Так вот, это не помогает. Оказывается, на этой консоли сигнал идет в обратную сторону. О чем вообще думали китайцы? Ведь так можно спалить консоль или картридж, если вставить туда какую-нибудь третью косовую ваню или гаундли в первый. В общем, давайте в этой рубрике без технических подробностей. Перемычку я в итоге вернул назад. Благо, я оставил место под нее на плате. А плату немножко подредактировал, чтобы заказать уже исправленную версию на заводе, учитывая все эти нюансы. Хорошо, что пробная партия была совсем маленькой. Ах да, память на 128 мегабайт так и отказывалась работать. Так, что еще я сделал за это время? Пробовал запускать игры на самых разных, даже очень странных мапперах. Например, Final Fantasy VII. Да, это действительно существует. Китайцы совершенно серьезно до сих пор делают демейки игр с более новых консолей. И активно их продают у себя на родине. А энтузиасты переводят их на английский. То есть одни люди делают клон игры, вышедшей на PlayStation, переводя ее с английского на китайский, а другие люди переводят ее назад с китайского на английский. Кстати, при этом их коттедж рассчитан на огромные объемы данных, снабжен защитой от копирования, и имеет какую-то хитрую систему подсчета скан-лайнов, принцип работы которой даже до конца не понятен. Имитировать все это на своем собственном железе было просто интересным челленджем. Плесины тем временем все так и не трекались, и я понял, что продавец меня обманул. Деньги вернул через диспут, но времени потерял очень много. Заказал их у другого продавца. Подозрительно быстро выслали. Трекинг опять не заработал. Заказал их у третьего продавца. Опять подозрительно быстро выслали. И опять трекинг не работал. Заказал их у четвертого продавца. И тот честно сказал, что товар пришел от поставщика в ужасном виде, и он такое ссылать просто не будет. Я уж подумал, что все эти плесины за такую цену, это какой-то развод. Но пятый продавец их действительно выслал, и они действительно приехали. И вот я собрал еще один коттедж новой ревизии. Поставил туда флеш-память всего на 32 мегабайта. И он опять стал глючить и зависать на той проблемной Денди. Плесины, которые приехали из Китая, немного отличаются. У них индекс C5N, а в Москве я покупал с индексом C3N. Они немного отличаются скоростью. Я расстроился. Ведь значит надо искать именно версию C3N. А они дороже и более редкие. Проблему я никак не мог решить. Я не понимал, почему она возникает. В итоге я решил сдаться. Но решил поменять флеш-память у контейджа местами. Чтобы в рабочем контейдже было 32 мегабайта. И что вы думаете? Тот контейдж, который глючил, стал работать. А тот, который работал, стал глючить. Проблема была не в плиз. Проблема была в этой флеш-памяти. То ли она не успевала реагировать за нужное количество времени, то ли еще что-то. Но главное, что решение было найдено. А от памяти на 32 мегабайта было решено отказаться. Да и зачем она нужна? Она всего на 100 рублей дешевле, чем версия на 64 мегабайта. Какой в ней смысл? Еще за это время, я наконец-то решил заняться созданием эмулятора своего картриджа. Если честно, я сам не верил, что это реально. Ведь мой маппер содержит кучу других мапперов. При этом я не хотел копипастить чужой код. А переписывал на C2 то, что написал на Vario. В итоге из-за этого код получался просто жутким. Но это должно было позволить легко отлавливать ошибки в логике картриджа. И да, у меня получилось. Я доработал эмулятор FCLX так, что он теперь имитирует работу Callgill. Причем имитирует полностью. Даже процесс записи во флеш-память. Так что и сохранение работает. Теперь каждый может заранее посмотреть, как будет работать картридж. Само собой, в итоге я сделал возможность и сборки рома прямо на сайте. Скомпилировал компилятор для Nespa 3BSD. А свою утилиту стал запускать через Mono. Пользователи отмечают галочками игры, жмут кнопку, а на сервере в это время генерируется конфиг и спускается сборка рома. После чего дается ссылка на скачивание. Многие мелочи я доработал и в самом меню. Например, оно теперь умеет определять тип консоли. PAO, NTSC или Dendy. Также оно определяет, наводел это или нет. За счет этого теперь можно выдавать человеческую ошибку, если игра несовместима с данной консолью. А не тупо глючить и виснуть. Ну и еще я доработал немного сайт. Добавил фильтры для отображения и скрытия русских версий и хаков, чтобы список игр не был таким захламленным. Я всех победил, все проблемы решил. Теперь наконец-то можно отправить эти консоли назад своим хозяевам. И убраться в комнате. Оставалась только одна загадка. Почему не работает память на 128 мегабайт? И я понял почему. Потому что я идиот. Я читал даташит от памяти S29GL01GP, а покупал S29GL01GS. Как-то я не привык смотреть на эти индексы в конце. Обычно они говорят о чем-то абсолютно неважном. Например, способна ли работать микросхема в условиях ядерной зимы. Но в данном случае это две разные серии микросхем. И те, что я покупал, умеют работать только в режиме 16 бит. Я уже заказал несколько параллельных микросхем на пробу. Думаю, теперь они наконец-то заработают. Обидно, что потратил столько денег впустую. Но зачем мне флаж-память на 16 бит? Хотя... А еще мы тут с помощью бормашины и какой-то матери сделали мне жало микроволну. Правда, я пока не научился им пользоваться что-то. Обычным жалом как-то проще получается. Наверное, это дело привычки. Что-то мой рассказ получился совсем не таким коротким, как я планировал. Ну, на этом у меня вроде все. Скоро должен быть новый Geek Days Log. Скоро мы должны начать снимать новый выпуск, пока все играют. Надеюсь, при всем этом я не просижу все летом дома. Ах да, про конкурс. За это время мне прислали просто огромное количество работ. Разной степени вырвиглазности. Но среди них есть парочка очень хороших, которые мне очень понравились. И, возможно, они даже станут победителями. Тут такое дело. Изначально я не называл точную дату подведения итогов. И в правилах написал 1 июля. Что, в общем-то, наверное, перебор. Еще ждать целый месяц. А уже хочется получить какие-то наклейки. Так что, давайте сделаем так. Если кто-то планирует еще сдавать работу, как может быть, там, делает какую-то очень сложную, которую долго рисовать, то напишите мне об этом либо в личку, либо в комментариях. В противном же случае давайте подведем итоги где-то через неделю. Лады? Ну, а на этом вроде действительно все. С вами был Кластер. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok